15 мая нам сегодня два месяца Доброго времени уважаемые зрители и подписчики канала Дачные записки Тема для сегодняшнего ролика подсказал диалог с женщиной в группе вконтакте в общем-то там был пост посвященный тому что вот какой-то джентльмен заявил что вот у него куры без подсветки без обогрева несутся круглый год пускай не каждый день но все замечательно и там понеслось копье ломательство это уже там поучаствовал суть такова что вот одна из женщин участвовавшая в диалоге сказала что как бы птица должна круглый год отдыхать в противном случае будет очень плохой оплот ну и как бы отвечая ей хочу снять этот ролик по поводу оплода вот сейчас осенью самый лучший оплот у молодых выведенных в этом году который у которых ясо уже набрало необходимый для инкубации вес а также у тех кур пельярок которые уже достаточно быстро и рано перелиняли и теперь после того как они в принципе предварительно летом запаслись всем необходимо свой организм если соответственно их хорошо кормили на солнышке были травушку кушали соответственно вот у этих курочек тоже очень хороший оплот вот допустим сейчас мы наблюдаем семью этого года пушкинки оплот данной птицы я проверял сам из пяти заводных яиц получилось 5 великолепных цыплят которые сейчас подрастают примерно такой же результат показали австралорупы черные их продал из пяти яиц значит четыре цыпленка получилось одно было просто маленькое яйцо там я уже просто оно было положил оно не было 50 граммовым 55 граммовым вот из него ничего не получилось что же касается оплода у лекбаров вот давеча марине отослал в коржок на лицо джерса и лекбара вчера отписалась оплод у лекбаров 96 процентов у джерсов примерно такой же чуть поменьше короче из двадцати четырех яиц у джерсов по моему один яплод у лекбаров 2 что-то такое джерсы это перьяркие не только бассонные перьярок которые сейчас у меня уже перелиняли частично где-то 5 яиц в день от 8 курочек вот они такие красивые все замечательные но нельзя не сказать что крупные куры они вообще дольше сохраняются в качестве яйца за счет того что у них масса организма такова что они легче переносят все перипетии в том числе и временный климат и за времени года вот но лекбары тем не менее тоже и старушки перьярки несущие сейчас очень уже хороший круг на яйцо тоже дали хороший оплод хотя в принципе из них четыре перелиняли одна еще в стадии риньки находится вот но и молодежь тоже и до этого здесь по месту у меня есть женщина брала инкубационное яйцо лекбара там практически сказала все весь яйцо будет варено стопроцентный оплод и что немаловажно джерсы получилось так что одна дама меня подвела заказала яйцо в питер я туда уже привез и после этого она отказалась позвонила сказала вот у меня сейчас неудобно давайте потом привезите ну как будто вот у меня здесь до станции метро академической два шага шагнуть не не сто с лишним верст в общем то яйцо я отдал просто так вот женщине которая брала у меня лекбара чтобы проверить ему уже было там по моему 15 дней я сказал вот просто давайте проверим как бы не интересно деньги там небольшие за них если брать их за них как за столовое яйцо оплод поверить надо было вроде как вот из 14 яиц которые я ей отдал 5 она убрала оплод там не получился я так думаю что скорее всего там был не оплод а просто из-за того что как бы очень большие перипетии на яйцо легли и ездило оно и перепад температуры от там сколько в машине там плюс 10 там плюс 15 до комнатной температуры они пролежали при 27 градусах тем не менее вот из 14 яиц получилось 9 оплод развивается ну а что касается свежего лица джирсов уже из-под киллера кто смотрел ролик про вот этого петю погонял его который киллер убили своего брат братьевника замочил вот получается не сглазить киллер работает неплохо несмотря на то что девчонки уже не молоды и находятся в приманентной линьке оплод достаточно хороший то есть больше 90 процентов соответственно как я уже сказал и сейчас осенью можно и нужно закладывать кубцу на яйцо получается неплохие результаты правильно надо просто брать яйцо то есть знать от кого вы его берете если куры находится в линьке жесткой тем не менее несутся в это время даже если взять от них яйцо инкубационно боюсь что толку не получится а вот если курочка молоденький либо уже перевиняли то как бы все получится но опять таки много зависит от петуха он киллер как отработал до петя . ну и здесь то же самое у меня у ликбаров молодые практически в этой линии молодые петушки там то ведь уже трехлетний но тоже ничего работает то есть вот такое мое мнение по поводу отвода инкубационного яйца в осенний период до явления тоже в первую очередь зависит от того в каком состоянии находится производители . правильно если поднята здорово весело то яичко будет соответственно качественным петушков побольше если есть такая возможность то соответственно большое количество петухов дает лучший оплод они друг друга перекрывают так что вот такие мои выводы спасибо за внимание кто с чем не согласен пишите ставьте лайки эти лайки оставайтесь на канале дальше будет интересно ой а и и и и и с